Здравствуйте, дорогие любители необычных железяк и все, кто заинтересовался у MPC. Вот и вышел первый полноценный обзор, который вы так долго ждали. В данном видео, как вы уже, наверное, поняли из названия, я расскажу о наинтереснейшем Gigabyte M704. Сие чудо инженерной мысли было в муках рождено в далёком 2008 году. По сути, существует ещё и Rover PC A700GQ, который является тем же Gigabyte, просто выпущенным под другой маркой производителя. Также есть Gigabyte U60, внешне похожий на данное устройство, но с немного более грустными характеристиками. Я никому не навязываю своего мнения, но мне кажется, что это самый близкий к эталонному MPC из всех, которые у меня есть. Моей коллекцией он занимает особое положение, и это связано также с тем, что мне его подарила моя девушка. Итак, вернёмся к самому устройству. Сначала расскажу о внутреннем содержании. Здесь установлен процессор, выпущенный компанией VIA Technologies, а точнее VIA C7M OLV, выполненный по технологии 90 нанометров с тактовой частотой всего-то 1,2 ГГц, что по современным меркам маловато. Видимо, выбор компании Gigabyte пал именно на этот процессор из-за реализованной в нём технологии PowerSafe, заключающейся в регулировании питания и тактовой частоты процессора. Это сейчас процессоры могут менять свою тактовую частоту чуть ли не в десятки раз, а в те времена это было новинкой. Оперативной памяти, кстати, здесь не ГБ, а чуть меньше 768 МБ, что для 2008 года, скажем прямо, уже недостаточно. Установлена DDR2-533, которая к моменту выхода была уже не слишком новая, скорее уж старой. Жёсткий диск на 60 ГБ, стандартное решение для того времени. Wi-Fi стандарта 802-11BG. Синезуб версии 2.0 с EDR. Enhanced Data Rate. Дословно усовершенствованная передача данных, дающая возможность передавать фейлы на скорости до целых 3 Мбит в секунду. А вот это уже действительно круто. Но есть одно но. Для того, чтобы что-либо передать на такой скорости, необходимо иметь как минимум два таких устройства. А это, как вы понимаете, большая редкость для того времени. Ну и это, пожалуй, всё из того, что нельзя увидеть, не разобрав. Разве что чипсет VA-V700. Теперь взглянем на внешнюю сторону устройства. Экран сенсорный 7 дюймов. Разрешение 1024 на 600 пикселей, которые мы видим на лицевой стороне. Углы обзора не слишком плохие. Примерно как у моего Asus X200MA ноутбук. Сверху можно видеть веб-камеру на 1,3 Мп, сбоку крошечного размера тачпад. И ряд функциональных клавиш. Сверху вниз. Сделать фото с камеры. Отключить тачпад. Меню мобильного центра, если установлен. И последнее приближение части экрана, на котором находится указатель мыши. Слева находятся две клавиши, представляющие собой эмалиацию левой и правой кнопок мыши, соответственно. Над ними находится светодиодная индикация, синий зуб, Wi-Fi, использование жесткого диска, зарядка батареи, статус подключенности и микрофон. Данное МПС открывается по типу слайдера. Необычное, но, на мой взгляд, удачное решение. В открытом состоянии нашему взору пристает клавиатура. В моем случае только на английском языке. Давайте на него посмотрим. Как вы уже успели заметить, она разбита на два блока. Мне самым логичным кажется набор двумя большими пальцами, но это довольно сильно снижает скорость печати. Так что вряд ли на нем можно напечатать войну и мир. Продолжение следует... Клавиши прекрасно нажимаются. Присутствуют кнопки F1, F12 и все остальные, которые обычно имеются в стандартной ноутбучной клавиатуре. Между этими двумя блоками мы видим, о боже, рекламу, которая гласит, что на данном межгалактическом устройстве стоит процессор, о котором я уже рассказывал выше. И то, что данное устройство создавалось для Windows XP. Хрюша действительно хорошо себя показывает при таких данных, а не чуть позже. И кроме рекламы здесь есть четыре клавиши. Включение и выключение Wi-Fi, синие зуба и камеры. А также включение BI-модуля. К нему мы тоже скоро вернемся. Работает за столь крохотной сенсорной панелью, хоть и странно, но довольно удобно, так как она весьма отзывчива. Сенсорность этого экрана тоже довольно неплоха. Ну, для того времени. Напомню зрителю, что в те времена использовались в основном резистивные экраны, которые отзывались практически на любое нажание. То есть стилусом вы нажимаете или рукой роли не играет. Стилус был нужен для точности попадания, потому что было довольно неудобно работать пальцами рук. Перейдем к задней стороне. В раскрытом состоянии видны направляющие рейчного типа, по которым двигается верхняя часть. Вот здесь находятся два вентиляционных отверстия и еще одно, к слову, сверху. Тут же рядом динамик. Тиховатый, конечно, но для того, чтобы услышать системные звуки, хватит. Ниже расположен батарейный отсек. Батарея стоит на 3,9 Ач. В самом низу располагается ниша для стилуса. И пара резиновых заглушек. Ровно посередине мы видим пластиковую планочку, предназначенную для того, чтобы можно было поставить у МПС на стол под углом. Примерно таким образом. Но вот тут есть одна фишка. Если ее снять, под ней мы увидим разъем бэй-модуля. Бэй-модули в данном случае это модули расширения, с помощью которых можно подключить ТВ-тюнер и смотреть любимые телевизионные передачи на ультрамобильном компьютере. Понятия не имею зачем. А также более полезный GPS-приемник с антенной. Сам разъем не чем-то напоминает FireWire, но это просто наблюдение. Но вернемся к осмотру. Еще целых четыре грани. Сверху, как я уже говорил, находится вентиляционное отверстие. Исходящее воздух гонится вентилятором охлаждающим процессор рядом. Там отверстие для кинстинстонского замка. На левой грани, сверху вниз, находится порт USB. Слот для подключения карточек SD. Вытаскиватель батареи. Он нужен для отсоединения батареи при отключении ее. И переключатель блокировки батареи. Для того, чтобы случайно не отсоединилась батарея во время переноса. На правой грани, сверху вниз. Разъем питания. Микрофонный вход и выход на наушники. Кнопка, дающая команду Alt-Ctrl-Del. Выключатель. И включатель спящего режима. И последняя качелька громкости. Вот здесь. Пару слов о док-станции, которая шла в комплекте. Она состоит из двух частей. Прозрачная пластиковая панелька и сама док-станция. По центру кнопка включения с синим светодиодом. Слева один слот USB. На задней стороне разъем подключения внешнего источника питания. Выход на монитор VGA. Подключение кабеля Ethernet. Два USB кабеля. Можно подключить. На правой стороне, слева направо, разъем IEEE 1394. Более известный как FireWire. И разъем для подключения наушников. Из интересного еще здесь имеется выдвижная подставка под стилус. Стилусов, кстати, два в комплекте. Кстати, о комплекте. Добро поставлялось вот в такой коробке. А также вот с такой сумкой. На которой хорошо читается фирменная надпись Gigabyte. Удобна, кстати, сумка. Так, с железом закончили, остался софт. Как я уже говорил, MPC работает под управлением Windows XP и работает довольно хорошо. В игрушки, конечно, не поиграешь, но для работы в офисных программах и выхода в сеть хватает. А также довольно неплохо можно на нем смотреть фильмы и слушать музыку. Вот так на нем выглядит просмотр современных веб-страниц. Конечно, вам покажется медленно, но для ультрамобильного компьютера, выпущенного в 2008 году, довольно-таки неплохо. Фильма и музыку демонстрировать не буду, так как вы уже поняли, как он будет себя вести. Во времена, когда данное устройство еще продавалось, его цесна составляла ориентировочно около 25 тысяч рублей. На самом деле, не слишком дорого, но производительность его оставляет желать лучшего. Это в основном связано с урезанием потребления питания. По поводу батареи скажу, что после 8 милей жизни ее все еще хватает на час работы. Надо отдать должное создателям. К великому сожалению, это устройство не получило широкого распространения, а жаль. Потому что цена была более-менее приемлемая, да и подкупает богатый функционал. Судить о причинах неудачи в данном случае не могу. Возможный ответ просто потому что. Итого, мы имеем слабый, но довольно живучий агрегат с довольно приличным функционалом и возможностью доустанавливать модули расширений. Несмотря на свою низкую производительность, он показывает неплохую скорость в работе, что несомненно радует. Итак, если вам понравилось и вы будете смотреть следующие ролики, то подписывайтесь, а также заходите на канал Кирилла Лейфера, где он очень интересно рассказывает о старых девайсах. Спасибо за внимание. До новых выпусков.